Всем привет, с вами Добгайм, и мы начинаем играть в Банельный Херосфорн 4 за неожиданно Польшу. Пойдем мы по интересному пути, у нас здесь в принципе очень много путей, но мы пойдем по пути Регенского совета, поставим себе Монарха на престол, и выберем секретный вариант с Романовыми. Собственно говоря, для этого надо просто сказать всем кандидатам по несколько раз. Ну а пока что мы начнем, возьмем Данциг в оборот, чтобы избавиться от неприятного модификатора вот этого. Чуть-чуть промышленности тут покачаем, то все, и потом уже пойдем просто по политике. Стоит неисторический фокус, так что в мире может происходить что угодно. Ну, так как у нас тоже неисторическая деятельность, то я считаю, что это совершенно правильно. Поехали. И вот мы сразу по фокусам после Данцига идем вот сюда, чтобы побыстрее начать копить политическую власть. Ну и у нас начнут уже кандидаты какие-то предлагаться, мы побыстрее выберем нашего нужного. И параллельно я тут прожимаю решение, чтобы Данциг возвращать, как бы, так сказать, в польские земли. Начинают нам предлагать кандидатуру на трон, но нам всех надо отвергать, пока не придет Романова, собственно говоря. Тут мы параллельно берем себе ячейки исследований, пока у нас есть время до крестьянского восстания. Следующий кандидат в Газбурге тоже отказываем. Румынский принц отказан. Ну и король-казак тоже отказываем. Подъехала пора у нас аграрную реформу проводить, чтобы не было восстания. И у нас также подкопилась политка. Улучшаем себе экономику. Потихоньку начинаем строить. Позже мы еще возьмем вот этот прекрасный фокус на 2 года минус 15 НП. очень сильно. Реформа завершилась. Можно нашу промышленность интегрировать, чтобы брать вот этот очень-очень неприятный дебаф. И вот она, наконец. Анастасия Романова прибывает в Польшу. И становится нашим новым правителем. Открывая нам новую ветку фокусов, которую мы сейчас возьмем. Но сначала, конечно, пойдемте немножко по промышленным фокусам, чтобы начать производить военное снаряжение. Кстати говоря, нам очень, в принципе, повезло с тем, что в Германии началась гражданская война. Потому что, очевидно, вот эта Германия была бы сильнее с векселями. Здесь векселя нету. Она чуть-чуть помедленнее будет. Плюс чуть-чуть она потратит ресурсов в этой войне. Как бы у нас угроза раз, угроза два. Но Советский Союз, я думаю, мы сможем сами завалить, когда немножко расширимся. Следующие 150 политки тратим на еще минус 5 ТНП, на Советника. И вот у нас уже такая более-менее серьезная промышленность для Польши в 1937 году. У нас уже 23 завода. Из них всего 7 тратится на ТНП. И это число еще чуть-чуть улучшится. И еще у нас появилась политка. Потратим ее на главнокомандующую армию. Этого мы все равно не сможем сделать с наступательным генералом. Так что возьмем просто на оборону, чтобы начать получать опыт армии. И, следовательно, потратить его на улучшение наших дивизий. Нам Литва объела войну. Собственно говоря, но я не против. Я плюс-минус этого ожидал. Потому что она часто, наверное, не историческом так делает. Ну, наша армия уже полностью готова состаряжена. Авиация на местах. Поэтому мы просто методично сейчас закрасим ее. Причем я бы постарался как можно меньше потерь нанести для Литвия. По той простой причине, что все это снаряжение нам тоже пригодится. И вот так вот. Минимальной кровью. Пожалуйста. Давайте здесь. Оп. Получаем их снаряжение. Лота у них нету. Так что просто захватываем все территории. И вместе с этим мы немножко возьмем фокусов политических. У нас пропустится, скорее всего, Литва. Возьмем вот здесь вот на цель сопротивления. Чтобы поменьше литовцы сопротивлялись. Ну и стоит поменять, наверное, на тайную полицию. Хотя посмотрим. Возможно, мы переключим потом на местную полицию. Но пока что, в любом случае, нам стоит модифицировать нашу кавалерию. Поставить ее гарнисонами. И, собственно говоря, пускай заполняется. Будет факт, что гражданская война в Германии все еще идет. И, видимо, будет продолжаться до конца года. Потому что они не очень хотят задаваться ни одна сторона, ни другая. Но, опять же, нам это, в принципе, выгодно. Потому что ни та, ни другая сторона не качает важные фокусы для завоеваний. Модифицируем буквально немного нашу дивизию. У нас здесь была раньше разведка. Добавили мы еще одну каску. Сделали дивизию шириной 20 фронтов. И повысили им частичные статы. Конечно, у меня чуть-чуть сейчас будет не хватать снаряжения. Но это мы поправим еще. В Италии тут началась жесть. Я так полагаю, Италия напала на Югославию. За нее вступила Франция. Началась потом гражданская война. Ну да, примерно что-то такое и произошло. Кстати говоря, Франция еще и в Эфиопии находится. Любопытно. В Испании, кстати говоря, война все еще идет. В 1937 году. И вот у нас тут кончаются люди. Поэтому с накопленной властью мы повышаем призыв. И продолжаем обучать нашу армию. Потому что нам нужно много дивизий. Вот так вот получился мир. В Ягославии забралось кусочек Италии южный. А Франция взяла просто и сделала марионетку на всю Италию. Ну, почему бы и нет. В Китае, кстати говоря, Китай тут начал воевать со своими соседями китайскими кликами. А Япония вообще не спешит нападать. На этом гражданские войны не закончились. В Португалии началась гражданская война. В Советском Союзе началась гражданская война. Везде просто происходит какой-то ужас. И если бы этого было мало, во Франции тоже началась гражданская война. У меня, кстати, есть фокус потребовать в течение Югославии. Но я хочу до него нажать Словакию и Эстонию и Латвию. Но для этого мне нужно побольше войск. То есть, если вот нужно 550 тысяч, здесь нужно 500 тысяч. Мы вот буквально скоро их дообучим. Я уже начну нажимать фокусы на завоевание. И вот у нас подкопились уже войска. Пробуем потребовать Словакию у Чехословакии. Ну и на всякий случай подведем войска, но под конец, чтобы там под какого-то снабжения они случайно не горели. Я посмотрел, что горят они только вот в этих двух провинциях. В этих не горят. Так что вот так вот мы переставим. Пускай на всякий случай у них будет планирование. На всякий случай пускай здесь авиация будет готова уже. Ну а если согласятся, то войска даже не понадобятся. Кстати говоря, попробуем сразу сделать Казбелли на Венгрию. Пока у нас мало напряженности. Попробуем захватить ее сразу после Словакии. Потому что если мы потом захватим вот эти две страны, нам уже напряженности почти наверняка не хватит. А вот они и соглашаются. Отлично. Деплоем наши вот эти войска. И можем сразу нажимать еще фокус на губернию Ливония. Кроме того, я решаю, что у нас в принципе уже достаточно обычных заводов. Можно пробовать начинать уже строить военные заводы. Потому что, конечно, их уже пора достраивать. Ну и, кстати говоря, число это очень даже выглядит солидно на самом деле. Остается реально только достроить вот к ним военные. Не хватало гражданских войн везде. Появилась еще одна в Турции. Кстати говоря, переходит на вступление у нас немецкая военная хунта. Я думаю, может быть уже было бы прикольно потребовать западной территории. Но на самом деле нужно идти в преднази на Россию, чтобы затем сделать славянское единство и сделать это все национальными территориями. Это же просто безумно много мэнпауэра. Делаем мы также шаблон самолета. Я не вешаю на него дополнительную броню, потому что, если я повешу на него еще броню, то поднимется стоимость производства на единицу. Плюс сразу же придется довешивать еще двигатель второго уровня вместо первого это еще две единицы. То есть чуть-чуть дороговато, поэтому обойдемся дешевым вариантом. Хотя подумав еще раз, на самом деле более дорогой вариант это наш выбор. Мы стремимся в будущее, верно? Польское будущее. Только надо картинку поставить покрасивее. Так, готовы у нас козыболезть сюда. Собственно говоря, как мы будем делать? Мы сразу объявляем и туда, и сюда, и обязательно сюда. Чтобы союзники не защитили ни одно из этих государств. Иначе они могут раскидать уже гарантии на самом деле. На фоне войны нам тут можно взять уже военную экономику. На фоне такой вот войны. И это нас еще бустанет, выведя ТНП в ноль. Мы, как видите, уже строим по четыре военных золота одновременно. Это очень-очень круто. Забавным фактом Швеция еще присоединилась, но она по факту ничего никак не повлияет. Возможно, даже это в плюс, потому что мы ее тоже захватим. Хотя я бы предпочел не иметь здесь территорий, которые не смогу потом защитить. Неплохо мы продаваемся и там, и там. Но я замечаю, что тут шведы решают высадиться. Ну, у меня как раз есть свободная армия на этот случай. Кроме того, я бы, наверное, даже всю ее сюда перебросил. А затем пускай на порты станут. Будут защищать порты у меня. И сразу вот так вот только вы дадите. Ну, а тут, да, все, в принципе-то, хорошо. Венгри капиталирую, оставив очень приятные ресурсы за собой. Они оставили самые главные поезда, которые я не строю. И не очень бы и хотел строить. Мы тут начинаем потихоньку делать наши самолетики. Это, конечно же, приятно. И капитализирует за ней сразу же Латвия. Это Эстония и Швеция. Кстати говоря, я не думаю, что я смогу... Как-то... Ну, так, как бы я запретить... Как бы я запретить сюда ходить. Не смогу, что я... Не думаю, что я смогу как-то высадиться в Швецию на самом деле. Но посмотрим. Ну, блин, хотя бы я обезумела, я взорвала советский канал. Блин, ну... Ну, да, ладно, Ирак опасен, согласен. И да, опять высадились. И опять просто потеряли войска на самом деле. Так что мы их сейчас здесь добьем. И теперь мы точно будем контролировать все порты. А этой армии, кстати говоря, начнем подготовку и нападение на Эстонию. И параллельно, я думаю, можно попробовать вот сюда атаковать. Потому что здесь уже нет гарантии от Франции. Если мы уничтожим... Точнее, нападем на Югославию, то мы вступим в войну сразу с этими тремя странами. И сможем заходить все вот это вот без вступления в войны с союзниками. Что очень на самом деле было бы круто. Союзники, кстати говоря, здесь воюют в Африке и проигрывают. Это для меня приятно, я думаю. А вот Эстония капитулировала тоже под рейхом. Много своего снаряжения. Очень много. И мы сейчас выгравляем здесь порты. И я думаю, будем как-то планировать... Не знаю, даже либо выставку в Швецию, либо нападение на Югославию. Но вот проблема. Мы не можем никак на пауэру сейчас найти новый. Призыв мы повысить не можем. А текущего нам не хватает. Нужно что-то придумывать. Ну, как минимум, я точно расположу эту армию сюда. Но просто проблема в том, что ее 100% не хватит против румынской армии. Как бы... Ну, подумаем, посмотрим еще. Ну, вообще, я думаю, в принципе, на этом можно перед сервью подзакончить. Мы тут уже неплохо так расширились. У нас, на самом деле, все еще есть страшные соседи. Но наша промышленность выглядит, я бы сказал, серьезной. Серьезной, реально серьезной. 72 фабрики. Строим сразу почти 5 военных заводов. Уже военных заводов неплохо. Нужно, кстати, будет делать штурмовики. Начать их тоже производить. Единственное, не хватает людей, конечно. С этим пока ничего еще не поделать. Надо захватить сельский союз, чтобы появились люди. Но до этого пока еще далеко. В любом случае, с вами был Допгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ребята, все как обычно. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok